АЛМАТИНСКИ ИСТОРИИ Мечтал преподавать географию и историю, но судьба распорядилась иначе. Географию ему пришлось познавать по линии фронта, а его доблестные подвиги стали частью истории. Родился в казахском ауле на севере. Папа умер до рождения папы за три месяца, то есть он его не видел вообще. Мама ушла где-то в 5-6 лет было папе. Папа был десятым последним ребенком, но по сути воспитывал его Сагид, старший брат, который был на 14 лет его старший. И еще как-то потом папа говорил, была сестра Сара, он говорит, у нее была такая длинная, у меня были просто длинные волосы. И он говорит, вот такая длинная, касаемся, я говорю, не стрики, не стрики. Вот как-то он ее так запомнил, но она ушла намного раньше, то есть по сути у него все вот Сагид. И казахский аул, но так повезло, в 7 лет их несколько человек отправили в русскую школу-интернат. И, конечно, сложно было русский язык, но он вот говорит, такая была замечательная учительница Когутенко. Когутенко, она с ним занималась после уроков, ну, казалось бы, да. И он говорит, мне так трудно давались вот эти русские предлоги, я никак не мог. То есть она брала ручку, стоит стол, она кладет ручку на стол. Сагадат, где ручка? На столе, хорошо. Около стола поставит, где ручка? Я не мог сказать, я не понимал, как это сказать. Потом она кидала ручку на пол. Где ручка? Под стол. В общем, он говорит, это было такое мучение. Но потом, и когда, наконец, я понял, как это все по-русски можно сказать, она ему говорит, ну, теперь все, вот теперь ты уже пойдешь. И вот эта любовь к чтению у него так зародилась вот с тех пор, и он все время читал. Он потом был заведующий избой, читали. Ну, мы по детству смеялись, ой, изба, читали. Ну, как бы, да. Но вот это, мне кажется, ему так помогало, потому что, он говорит, если бы не было войны, я бы обязательно был учителем географии или истории. Он настолько любил вот эти два предмета. Ну, мне кажется, это чисто вот как в «Двух капитанах», да. Ты читал, он и представлял, что он где-то. Мне кажется, и папа так, потому что кроме своего аула он ничего не видел. Ну, это я так думаю теперь. И они ездили с Сагитом. Голод был страшный, они ездили в Омск, он говорит, там были родственники. Ну, опять-таки, поскольку тяжелое время, и осуждать как бы мы не можем, да. Те тоже были голодом. Ну, он говорит, вот жена Сагита посылала, ох, я потом была, взвилась на нее, за 7 километров посылала меня и за лепешкой ходил. То есть голодное такое было детство. Ну, когда началась война, да, и вот Сагита призвали, он погиб, он все время добивался там военкомата. И, ну, все-таки крепкий был, вот, чисто физический. И их там несколько человек отобрали из села Туркестанское училище в Ташкетте. И, ну, опять-таки, я говорю, ну, значит, у тебя хороший русский был, ты выучил, потому что это же не только разговорная речь, а это было пулеметное училище. То есть, да, и это все, в общем, конечно, они там. Но потом молодость, энтузиазм и желание, опять-таки, защитить свою родину мощное, такое, конечно, учился хорошо, попал на фронт. С апреля 1943 года до мая 1945-го Сагадат Нурмагометов воевал на фронтах Великой Отечественной войны в качестве командира пулеметного взвода роты стрелкового батальона в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Сворова 2-й степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши. Батальон Сагадата Нурмагометова участвовал в штурме здания Рейхсканцелярии Гитлера. После победы личный состав батальона выполнял задачи по охране важных объектов государственной значимости. После окончания войны Сагадат Нурмагометов продолжил обучение, поступив в военную академию имени Фрунзе. В том году он поехал в Академию в Москву поступать. На вступительных экзаменах он заходит 21 год, молодой. И такой вердикт комиссии, вы еще слишком молоды, вы еще послужите. Он говорит, я не знаю, как что у меня... Ну я говорю, значит, воевать я был не молод, а учиться я молод, никуда не уйду. Я говорю, пап, ты так сказал? Он говорит, да? А что мне было терять? Я говорю, вот лягу здесь не уйду. Он говорит, ну ладно, вы не горячитесь, вы идите погуляйте. Погуляйте, я вышел. Ну там товарищи его там все познакомят. Ну все, тебя точно сейчас отправят домой. Он говорит, не уйду. Ладно. Потом через некоторое время вызывают и говорят, ну мы вас зачисляем, но учтите. Если будете плохо учиться, мы вас отчислим. Он говорит, я не буду плохо учиться. Ну я, конечно, их понимаю, потому что в принципе аульский парень. Восьмимесячное туркестанское училище. В общем-то такого образования нет, да. Но вот папина упорство и желание, вот это вот желание учебы и все познать. За все три года, что он учился, он посмотрел весь репертуар Большого театра. Обошел все театры, там выставки, галереи. Я говорю, а как ты вот, оперный спектакль идет, ну не полчаса, так скажем, и даже не час. Он говорит, конечно, мне было сложно, мне было так сложно, а я не мог до конца понять, что поют, о чем поют, ну там программа. Он говорит, ну мне так хотелось самому, понимаешь, самому понять не что в программке написано, а самому понять, как, о чем. И вот он потом очень любил оперу, то есть у нас вот эта музыка дома все время постоянно была. И вот как-то, то есть он, понимаете, как бы опроверг вот этот такой штамп о том, что военные – это только муштра. Да, потому что он, во-первых, то, что он читал, это энциклопедическая память просто была. Это вот, ну, если сказать, например, 58-й год, папа Алмата, полк такой-то, он вам четко назовет, кто командовал полком, кто был самым и так далее. То есть это даже не то, что я там его пытала, нет, а его сослуживцы просто говорили, это мы не помним, а дед все. Нет-нет-нет, он был там-то. Учитывая боевые заслуги и колоссальный практический опыт Сагадата Нурмагомбетова, в октябре 1991 года президент Республики Казахстан назначил его председателем Государственного комитета обороны, а в мае 1992 года – министром обороны независимого Казахстана. 21 декабря 1991 года здесь, в Алма-Ате, собрались все руководители бывших советских республик. Крадчук заявил, что армия переходит в мое подчинение немедленно. Азербайджанцы, Молдаване, грузины все уже пытались полностью подчинить себе. Мы этот вопрос не поднимали. Мы этот вопрос не поднимали, потому что армия – это не приватизация какого-то раздачи совхоза, колхоза для создания крестьянской хозяйства. Это армия, это вооруженные люди, обученные, верные какой-то идеологии, и сломать сразу психологию офицеров, и сказать, что товарищ Петров сегодняшний день вы не подчиняетесь Москве, подчиняетесь мне – это был опрометчивый шаг. Но у нас уже был создан Государственный комитет обороны. Президент сказал, что мы создадим армию свою, ну, естественно, на базе, то, что у нас было на территории Казахстана, только тогда, когда подпишет Ельцин о создании российской армии. Мы самым цивилизованным образом создавали армию, и никого не хотели обидеть, ни Россию, и ни тех офицеров, которые служили здесь. 23 мая 1994 года указом президента республики Казахстан Сагадату Нурмагометову присвоено звание Халык Кахарманы – народный герой Казахстана, с вручением золотой звезды за номером один. В ноябре 1995 года он вышел в отставку с звания генерала армии и являлся советником президента республики Казахстан. Армия все-таки ему очень много дала, он армию безумно любил, это вот просто его вот жизнь была. И армия ему дала дисциплину, опять-таки, вот лучшие такие мужские качества, я считаю, да, дисциплину, верность слову, верность своему делу. Никогда никого не подставлял, у него не было такого вот, знаете, то есть он мог прямо в лицо сказать, что ему не нравилось, и все. И я говорю, пап, может, как-то нормально, все. То есть вот он как бы мог спокойно это сказать, и, то есть он не обижал никогда, то есть чтобы у нас дома там какой-то был мат или какие-то слова, этого вообще не было, всегда было все аккуратно, но если он говорил там так, все, сискали пятый угол. Со своей супругой Лирой Сабитовной Сагадат Кожахметович познакомился, когда она училась на последнем курсе факультета географии Среднеазиатского университета в городе Ташкент. Это была любовь с первого взгляда. Уже через год они сыграли свадьбу. Ну она смогла дома создать такой культ папы, что мы, как бы его дух всегда был с нами, мы всегда знали, что и она. Вот она такая была вот настоящая, в самом лучшем понимании этого слова офицерская жена. Она всегда, во-первых, ждала его, вот если она знала, что вот в этот день папа приедет с учений, неважно, 12 ночи, 3, всегда ждала. И папа всегда говорил, половина всех моих наград – это мама, половина всех моих успехов – это мама. Он говорит, я не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы не мама. Жизнь военных очень тяжелая. И хотите верьте, хотите нет, но все вот эти годы, ну за исключением, может быть, уже последних лет, я постоянно стояла у окна. Но, во всяком случае, вся жизнь прошла в напряжении, надо сказать. Потому что для меня его работа, это было, конечно, для нашей всей семьи, его работа была эта основа. Всего и вся, и мы, и он предан был работе очень, ну, как вам сказать, до мозга костей. Самым первым, наверное, самым лучшим другом была мама. Потому что я знаю абсолютно четко, что какие-то важные какие-то такие моменты, то есть они разговаривали вдвоем. Так он дружил с Абдежимиль Каримчем, наш сосед, с Байкен Ашимчем, так у него были друзья. Но поскольку такое большое количество лет в армии, да, и как-то вот это наше, ну, так скажем, алматинское уже гражданское общество не так было, как, не так много знал. То есть это было уже потом, после того, как отставки, хотя его приглашали, там он ходил, но он как-то вообще застолье не любил. Несмотря на высокие должности и звания, Сагадат Кожахметович никогда не проявлял своего особого статуса в семье. Он с удовольствием помогал по хозяйству, был готов выполнить самую обычную домашнюю работу. Он был, вот знаете, частюля до, вот просто прямо иногда даже, вот у нас вот эти, вот у нас здесь стояли книжные шкафы, а вот это сделал ремонт сын в 10-м году. Были полки, вот как у телевизора полк. Вот он каждое утро, и заходишь, он вытирает рябрь. Пап, там ничего нет, там идеально чисто. Пыль летит. Все, ему надо было, чтобы все было идеально чисто, чтобы на столе ничего не было, не стояло. Сам по себе он очень добрый. Вот он был такой добрый, добрый, веселый, особенно когда внуки появились. Это вот это то, что детства, видимо, не было. И он вот, я помню, мы ездили в в сундуки, моему сыну было 4 года. Папа его повел, там выставка собак, и они потом баловались. А в сундуках такой огромный парк. В принципе, город – это вот огромный парк. Сын у меня был очень такой шустрый, бегал. И он за ним по всему парку. Мама, позор какой, с ним сколько лет он бегает. А папа, ну и что? То есть для него вот не было. Ну и что, нормально? Дети радуются счастья, смеются счастья. Не было такого, что там не вставай, не садись, не говори, неудобно. Но вместе с тем все четко знали свои границы, не переходили, не давал нам, никогда не любил, знаете, сплетничать и обсуждать. Вот это такая вот... Если мы что-нибудь там сидели, обедали, что-нибудь, ну, хотелось высказаться. Он всегда так. Каждый смотрит сам за собой, кушаем спокойно, никого не обсуждаем. Все. Сагадат Нурмагомбетов очень любил читать. С увлечением читал и зарубежных, и отечественных авторов. Всегда с нетерпением ждал выхода очередного выпуска журнала «Простор». Папа любил литературу, знаете, тоже уже говорил об этом, Абдиржимиль Каремич часто приходил, они с папой беседовал, папа выписывал и на казахском читал, и на русском «Простор», и все журналы. Потом, когда папа не встал, он приходил и говорил, приходил иногда к нам, чай с ним пили, он говорит, насколько папа твой глубоко знал литературу, он иногда меня спрашивал о каком-то писателе, мое мнение, а я его даже не читал. Мне было стыдно. И казалось вообще, кто из нас писатель? Или вот у папы было такое вот, сидим мы там с мамой что-нибудь там лепим, или там готовим, прибежит там с Полстовским, там, или с Лисковым. Я такой рассказ прочитал, и какую-нибудь нам выдержку читает. Ну, конечно, после этого тебе хочется уже, да, он же выберет что-то интересное. То есть у нас была железная дисциплина дома, достаточно строго. Хотя вот со мной, например, папа был, конечно, ну, девочка младшая. То есть мне как бы, ну, я таки знала четко свои границы. Мама была строже, чем папа. Но всегда, когда вот он дома, он там побаловаться мог. Я когда там проверяли, если там уроки, например, маме говорили, ну, давай там стихи, ей надо было точка-запятая все четко прочитать, и все как бы. А с папой я баловалась специально. И там, например, какое-то стихотворение, я могла переставить строчки. А сама на него смотрю. Он держит книгу. Он ни разу никогда не сказал, ты не так там или что-то. Ну, я-то же прекрасно знаю, что я неправильно говорю потом. Ну, хотя все в рифму там, да. Потом он книгу закрывает, говорит, молодец. Только ты там немножко переставила, забыла, наверное. А так все хорошо. Для своих детей и внуков Сагадат Кожахметович всегда был и остается образцом нравственности и чести. По словам его дочери, он всегда стремился сам и учил детей видеть в людях только хорошее. Труд для него. Труд, труд. Пап, мы устали. Нет в вашем возрасте, чтобы вы устали. Нет такого. Это вот для него как бы вот такая закалка. При всем том, что он инфаркт перенес, и как бы операции были. Но вот такая вот физическая выносливость очень сильная была. И мама тоже у меня такие, в принципе, спортивные родители. Они всегда вот... Или что-нибудь там хочется поныть, пахныкать, как-то думаешь, что ты уже заболел. И он так всегда не поддавайся. Не поддавайся. Вот он как-то так вот нас мог всегда поднять, что называется. За свою жизнь Сагадат Турмагомбетов получил свыше 50 наград за свою безупречную службу на благо защиты Отечества. В числе этих наград есть и звание Героя Советского Союза и Народного Героя Казахстана. Сагадат Турмагомбетов является почетным гражданином городов Астана, Алматы и Донецк. Вообще вот он был такой патриот, как, наверное, сейчас пафосно это звучит, но тем не менее вот эта гордость за свою страну, да, за народ. Понимаете, то, что вот он с честью, с честью, в принципе, все испытания, которые выпали на его долю, все делал честно. Правильно. И вот был горд тем, что он может быть полезным. Не то, что его назначили, потому что всегда спрашивают, вот как он к этому относится. Он был просто горд тем, что он может что-то сделать для своей страны, а не то, что ему там присвоят очередное звание. Сагадат Турмагомбетов написал четыре книги «Лицом к огню», «Мой передний край», «А в памяти нет тишины», «От огненных лет до суверенной армии». В них он делится с читателями своими воспоминаниями о суровых днях войны, рассказывает о подвигах своих сослуживцев, дает оценку историческим событиям суверенного Казахстана. Подпись минается в годы Великой Отечественной войны на Кубани, на Украине, где видели тысячи гектаров хлебных нив. Душа радовалась, когда мы видели эти хлебные нивы. Но, однако, сердце крови вливалось, когда фашисты, отступая территорию нашей страны, сжигали наших крестьян хлебные поля. Сейчас наши воины должны беречь эти хлебные нивы от того, как воин всецело изучил свою специальность, готов к защите своей социалистической родины. Если вы не умеете защищать ее, значит, оберегаем мы свою землю, хлеб, мир, труд. С ним можно было говорить абсолютно на любую тему, на любую. И ты четко знаешь, что он как-то даст совет, как-то не осудит, поймет как-то и всегда, ну, ничего, ничего, вот как-то всегда старался, вот как-то с ним было очень комфортно. Для него важно было, очень важно было, чтобы человек был профессионал. Вот это он никогда... Не важно было какой-то национальности, если там ты казах, какой у тебя род и так далее, кто у тебя родственники и есть ли у тебя родственники. Если вот он поговорил и четко знал, что в этом деле человек профессионал, все, для него уже, чтобы был честный и профессионал, терпеть не мог. Вранья, разгибдяйство для него это было вот вообще что-то неприемлемое. Слова опоздания, такого слова в нашем доме не было вообще. То есть, если там назначили на шесть, полшестого мы должны все стоять. В память о доблестном генерале в 2022 году в городе Усть-Каменогорск был открыт парк имени Сагадата Нурмагометова. Ранее его имя присвоили республиканской школе ЖАЗ-ОЛАН в Астане и военному институту сухопутных войск вооруженных сил Республики Казахстан. Для меня гордость папы, то, что он, понимаете, человек сделал себя сам. Простой аульский парень, который, вот самое главное, у него никогда не было. Мне кто-то должен. И он всегда так сердился, если когда кто-то начинал говорить. Да вот он должен. А ты что сделал для этого? Вот что ты сделал для себя, чтобы тебе кто-то что-то там был должен? Его прямо вот это... Сейчас всякие разные когда-то события, я тоже думаю, всегда мы что-то, вот нам должны то, нам должны вот это, пятое, десятое. А почему кто-то должен, в принципе, да? Вот когда мы сами, сами должны сделать для своей страны, для своей родины, если мы хотим и любим здесь, хотим здесь жить и любим. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодняшнюю программу мы посвятили первому министру обороны Республики Казахстан, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, сыгравшему важную роль в становлении вооруженных сил независимого Казахстана. Алматинские истории продолжаются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова